Друзья, всем привет! Вы на канале Честный Перекуп, меня зовут Михаил. Сегодня поговорим о таком волшебном слове, как неликвид. Неликвид – автомобильный. И хотя мой канал не совсем ориентирован на перекупщиков, но знаю, что среди вас подписчиков таковых много, и думаю, эта информация будет вам интересна и полезна. Но, кстати говоря, думаю, что любой смежный бизнес, связанный с покупкой и продажей чего-либо, тоже эта информация может быть весьма и весьма полезна и интересна. В общем, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Сколько раз мне приходилось слышать слова «Миша, зачем ты купил эту тачку? Это же полнейший неликвид!» «Ты ее теперь сколько будешь продавать?» «Ты умучаешься ее продавать?» На что я всегда имел собственное мнение. Я покупал только те тачки, которые были мне интересны, которые доставляли мне какой-то интерес, удовольствие от езды. И мне было просто интересно ее купить и продать. Если слушать каждого встречного поперечного, вы никогда ничего не купите, потому что сколько людей, столько и мнений. Сейчас, например, я отлично продаю рейнджроверы в разных кузовах разных годов с разными моторами и продаются они у меня замечательно, потому что я люблю эту марку, люблю эти машины. По моим предыдущим видео, я думаю, вы могли легко об этом догадаться. Так вот, что я хочу сказать про рейнджроверы. Сколько раз я слышал, рейнджроверы – это не ликвид, это ломучее говно, кто их покупает. И, ну, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Но я их продаю, я их продаю много, потому что я разбираюсь в них и понимаю, что имеет смысл покупать, а что не имеет смысл покупать. Любой товар, который вы покупаете на перепродажу, требует какого-то осмысленного понимания, что вы берете, за сколько вы его берете и за сколько вы собираетесь это продать и сможете ли вы продать это по той цене, по которой хотите. Есть масса всяких факторов, влияющих на эти процессы покупки-продажи. Например, хорошо ли вы знакомы с товаром, умеете ли вы правильно преподнести этот товар покупателю, перечислить все его плюсы и знаете ли вы обо всех его минусах. Если вы с товаром знакомы очень хорошо, то я вас уверяю, что продать этот товар не возникнет никаких трудностей. Я очень хорошо знаю автомобили-ранжроверы, поэтому они у меня и продаются. Я знаю, каких машин стоит избегать при покупке, какие лучше купить, пока не купил кто-нибудь другой. Другой ярчайший пример, если вы с рейнджроверами, может быть, где-то что-то вы не согласны и считаете, что они продаются хорошо, то вот вам другой пример. Хаммер H2. Как вам такой автомобиль? Не ликвид? Жуть? Прожорливый? Налоги? И вообще, кто это покупает? Старое непонятное ведро. Но, если вы любите этот автомобиль, знаете все его нюансы, знаете, как его преподнести, то я вас уверяю, можно и на Хаммере заработать очень неплохие деньги. И это мои недомыслы, недогадки. Дело в том, что у меня было этих Хаммеров порядка 30 автомобилей. В свое время у меня во дворе стояло одновременно даже два, а то и три Хаммера на перепродажу. Никто их не брал и не покупал для дальнейшей продажи. А я скупал буквально один за другим. Потому что люди, даже продавцы, были убеждены, что их автомобиль это жесткий неликвид. И мне на этом легко было играть. Я приходил, просил хорошую скидку. Мне ее давали. Как правило, автомобили Хаммер почему-то часто какие-то неухоженные. Какие-то где-то там царапинка, салон грязный. Так вот, я брал этот Хаммер, восстанавливал его максимально. Где надо, что-то подкрашивал. Делал химчистку, полировку. Часто своими руками. Покупал баллончики с краской. Делал свежими бампера. Весь пластик по контуру. Чернил резину. А иногда даже покупал на Авито или каких-то других форумах комплект, например, 22-х колес красивых. Чернил там резину. Делал классные, красивые, качественные фотографии. И вот вы открываете сайт по продаже автомобилей. И видите на фоне каких-то непонятных автомобилей с непонятными фотографиями, в непонятном, непотребном состоянии, с какими-то не совсем, может быть, адекватными продавцами. Вы видите мое объявление, где на фотографиях свежайший, прекрасный хаммер, на котором сделана химчистка, свежайший салон, кожица вся матовая, пластик весь черный, резина черная, диски красивые. Начинался шквал звонков. Реально у меня были ситуации, когда чуть ли до драк не доходило из-за какого-нибудь моего очередного хаммера. И дело в том, что в этом узком сегменте у меня не было конкуренции, понимаете? То есть, ну, продавалось в Москве 20 хаммеров, из них было 2-3 нормальных, и один из них был мой. И, кстати говоря, я же хорошо зарабатывал, понимаете? Моржа, моржа была очень и очень, и очень неплохая на этих автомобилях, потому что найти живой хороший экземпляр было довольно-таки сложно. А приезжая ко мне, человек получал классный автомобиль, вежливое культурное общение, диагностика, сервис, все, пожалуйста, документы, все четко, чисто, все понятно. И, кстати, я никогда не скрывал, что я перекуп. И многим это нравилось. Люди приезжали ко мне уже с пониманием, что они приезжают покупать машину, и им никто не будет причесывать всякую лапшу на уши. Но это тема отдельного разговора, не будем сегодня об этом. Так вот, моржа была на Хаммерах довольно-таки неплохая. А теперь давайте представим, если бы я занимался той же Тойотой Камри, где конкуренция просто невероятная, количество машин невероятное. Купить живой хороший экземпляр тоже довольно-таки тяжело. Они могут быть угнанные, битые, перебитые, двойники, все что угодно. Чем популярнее машина на вторичном рынке, тем больше с ней может возникнуть потенциально проблем. Вы это должны понимать. Так вот, на Камри, допустим, при вкладке, там, миллион рублей, максимум, что можно заработать при хорошем раскладе, ну, это там 70-100 тысяч рублей. Потому что рынок очень плотный, за копейки такую машину купить очень сложно, а за дорого продать мешает именно большая конкуренция, потому что рядом с вашим объявлением будет еще 10 таких же автомобилей. Теперь вернемся к Камеру. Потратили миллион рублей, включая предпродажную подготовку, а продать его можно легко, за миллион двести, а то и миллион триста. Понимаете, о чем я? Нет конкуренции. Выбрал интересную нишу, и работаешь в ней. Я знаю ребят, которые занимаются чисто Бентли, а есть, которые занимаются чисто Феррари, Ламборгини и другими суперкарами. Они хорошо знают свою нишу, неликвидную, да, по мнению всех. И они не кричат об этом на каждом углу. Ой, слушай, покупайте Феррари, Ламборгини. Они будут всем говорить, что ой, да нет, это не ликвид, это я так для души купил. А на самом деле человек просто рубит фишку. Так вот, заниматься можно геликами, всякими 55-ми, 63-ми, можно старыми Мерседесами заниматься, можно Хаммерами, можно, я не знаю, всякими там американцами, старыми японцами, восстанавливать всякие Тойоты 80-ки. Все, что угодно. Если вы машину знаете, если она вам нравится, но по мнению окружающих это не ликвид, то поверьте, это не повод для того, чтобы не покупать эту тачку на перепродажу. Как и, думаю, многие, любой товар из смежных каких-то похожих бизнесов. То есть, если в вашей нише очень много народу, но рядом есть похожая ниша, где конкуренции вообще нет, и где вы можете представить какой-то просто эксклюзив, то поверьте, спрос будет, и заработка будет больше. Поэтому, ребят, не бойтесь этого слова «не ликвид». На «не ликвиде» можно очень и очень хорошо заработать. И, кстати, самые большие мои заработки, вот если там взять топ-5 или топ-10 машин, на которых я заработал больше всего, кстати, вот так родилась отличная тема для нового выпуска. Если хотите, расскажу об этом, напишите в комментариях. То все эти автомобили, они были не ликвидом, по мнению окружающих. Это был жесткий неликвид. Вот взять, по крайней мере, вот... Нет, не буду. Все-таки не буду вам говорить об этом. Давайте сделаем отдельное видео. Я уверяю, это будет интересно. Напишите, если хотите. Реально напишите в комментах. Я запишу, сделаю такой видосик для вас. В общем, ребят, еще раз повторяю. Не бойтесь неликвида. Если тачка вам нравится, если вы в нее влюблены, если вы будете кайфовать от процесса ее восстановления, ну, не слишком, конечно, увлекаясь, потому что в тот же Хаммер, например, можно погрузить просто дохрена ли арт денег. Можно колеса поставить еще больше, салон весь перешить. Все-таки, если у вас машина на перепродажу, то просто надо все необходимое сделать и размещать, продавать. Но продавать качественно, продавать так, чтобы на фоне других предложений ваше предложение выделялось лучше всех и было наиболее привлекательным. В общем, сегодня такой небольшой лайтовый видосик. Надеюсь, он вам понравился. Хорошего вам настроения, хороших продаж. Не бойтесь экспериментировать. Покупайте и продавайте то, что вам по душе. С вами был Михаил. Канал «Честный перекуп». Пока! Субтитры сделал DimaTorzok